Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо праву миру за возможность выступить с такой лекцией. И в качестве темы этой встречи и возможных будущих встреч, если разбоха не состоятся, я избрал отдельные сюжеты из истории синодального периода. Дело в том, что, как мне кажется, если следить за такими общественными дискуссиями вокруг исторических и церковно-исторических тем последних нескольких лет, то в основном они, как мне представляется, вращались вокруг тех или иных сюжетов, тех или иных проблем, связанных с историей церкви советского периода. Мне кажется, что таким же общественным вниманием должны пользоваться и ряд сюжетов из истории периода синодального. И вот такими вот встречами, такими беседами я бы хотел привлечь внимание к некоторым интересным и важным, как представляется, сюжетам. Важным и для академического изучения, поскольку их академическое изучение в общем в этой сфере можно сделать еще очень многое, но и в плане такого общего общественного и общественно-церковно-общественного интереса. Синодальный период или, по определению великого историка русской церкви, Игоря Корнильевича Смолича, эпоха государственной церковности, – это очень важный период в истории русской церкви, период очень противоречивый, когда, с одной стороны, русская церковь достигла небывалого блеска, небывалой интеллектуальной и культурной славы. Это золотой век русского миссионерства. Но это и век очень сложных, противоречивых процессов, которые крайне осложняли церковную жизнь внутри страны и которые так или иначе, косвенно или прямо, оказались причиной катастрофы 1917 года. Историки синодального периода, работавшие внутри него, скажем так, то есть еще в XIX веке, да и современники тех событий, выделяли, если можно так выразиться, три направления или три стадии о государствлении церкви. Во-первых, и это наиболее известная, так сказать, знаменитая часть синодального периода и Петровской церковной реформы, это, собственно, ликвидация патриаршества и соборности, соборных институтов, и в целом реформа церковного управления, которая была начата очень активно Петром Великим, но которая продолжалась при его преемниках и которая завершилась таким финальным и логическим процессом, в результате которого органы церковного управления были поставлены под контроль советской бюрократии, что завершилось в 40-е годы XIX столетия. Это первый аспект – реформа системы церковного управления. Второй аспект – это лишение церкви хозяйственной самостоятельности, что сделало ее достаточно серьезно уязвимой перед натиском государства, то есть, собственно, секуляризация церковных имуществ, произошедшая во второй половине XVIII века. И, наконец, третий момент – подчинение государственным интересам, фактически закрепощение государством самой мелкой, но и самой важной, базовой церковной структуры, то есть прихода. Это менее заметный элемент становления государственной церковности, но, может быть, не менее важный, чем первые два. Изучение этих процессов позволяет нам проследить, как государство в целом, вернее так, как внешние обстоятельства, в том числе в лице государства, воздействовали на церковный организм и в целом на религиозные институты. И, с другой стороны, как церковь адаптируется к этим внешним условиям, как она находит пути для продолжения церковной жизни, то есть пути для выживания в новых заданных для нее условиях, причем в условиях часто крайне затруднительных. Вот примеры русского монашества XVIII и XIX столетий дают нам очень яркие, можно сказать, даже отчасти героические примеры выработки такой стратегии выживания. И, напротив, история прихода дает нам пример, скажем так, поражения в церкви перед лицом внешних обстоятельствах и на отец как государство. Когда предпринятые государством реформы в области прихода, приходского управления привели к затяжному кризису, который не был разрешен до февральской революции. О реформе высшего церковного управления, о Петровской реформе, о ликвидации патриаршества и соборных институтов мы сейчас говорить не будем. Об этом предмете сказано достаточно. Есть достаточно обширная литература. Именно этот предмет вызывал наибольшие дискуссии на рубеже XIX-XX веков. И оставим его в стороне. А вот сосредоточимся на двух других элементах государственной церковности. На секуляризации ее последствиях и на реформе прихода жизни. Сегодня, как было заявлено в названии нашей встречи, сосредоточимся именно на секуляризации и том, как русское монашество пыталось выжить в ее условиях. Секуляризация требует, сам термин здесь требует некоторых пояснений. В нашем случае это прежде всего и исключительно собственно отобрание церковных земель, церковных имуществ в собственность государства, отобрание в казну. Мы здесь не будем затрагивать, так сказать, этот термин мы в данном случае понимаем исключительно прикладным образом, без психологического и философского наполнения, когда секуляризация называется и, скажем так, изменение, определенное изменение общественного сознания. земельная собственность русской церкви складывалась постепенно. Она уже появляется в домонгольский период, но тогда не играет существенной роли для обеспечения церковной экономики. Главную роль в обеспечении церковной экономики домонгольского периода играет Десятина, установленная еще Владимиром Крестителем, и которую поддерживали все его преемники. Даже в условиях удельной раздробленности Руси удельные князья также продолжали следовать вот этой вот традиции обеспечения церкви за счет Десятины. Причем Десятина в данном случае понималась очень специфически. Это было такое специфическое русское понимание Десятины, когда десятая часть доходов отчислялась не с доходов, так сказать, верующих или каждого верующего, а с доходов князя. Фактически это была Десятина, которую княжеская власть со своих доходов отдавала церкви. Можно сказать, что косвенно это был налог на все население Киевской Руси, потому что княжеские доходы во многом складывались из различных сборов, судных сборов, даний и так далее. Но в таком случае мы можем сказать, что Десятина это такой церковный налог, который княжеская власть собирала для церкви. Но это будет некоторая модернизация наших представлений. Будем говорить традиционно, что это князь выделял десятую часть своих доходов в пользу церкви. С конца XIII века, то есть после Батыева нашествия, ситуация меняется существенным образом. В условиях разгрома Руси, ее экономики, ее государственной власти, князья, естественно, не могли обеспечивать прежний уровень доходов церкви за счет десятины. И с этого как раз момента начинает достаточно активно формироваться собственность, земельная собственность церкви. причем этому обстоятельству способствовал и тот момент, что именно земельная собственность церковных религиозных институтов освобождалась от дани захватчикам. Это была не исключительно русская ситуация, это была вообще ситуация во всей монгольской империи. Все религиозные институты, будь то в Индии, в Китае, Иране или на Руси освобождались от ханского выхода, то есть выплаты дания. Эти обстоятельства способствовали росту церковного землевладения. Причем когда мы с вами говорим о церковном землевладении, мы имеем в виду не абстрактную собственность церкви, церкви вообще, а то, что у этой собственности имелись конкретные субъекты. Первым субъектом были епископские кафедры, архиерейские кафедры, то есть епархии, то есть это был собственно способ финансирования епархиальной структуры на Руси, а вторым субъектом церковного землевладения были монастыри. И монастыри в условиях такого активного монашеского движения до 14-15 веков становились фактически такими главными субъектами, которые аккумулировали земельные ресурсы внутри русской церкви. Растущее землевладение церковное с определенного момента, с рубежа 14-15, с рубежа 15-16 веков, когда, скажем так, при Иване III заканчивается формирование такого территориального и этнического ядра русского государства, вот с этого момента, естественно, достаточно естественно, рост церковного землевладения начинает беспокоить княжескую власть. Скажем так, вернее, так, княжеская власть начинает проявлять интерес к увеличившимся земельным владением церкви. Именно Иван III в самом начале 16 века предпринимает первую попытку поставить вопрос о, если не секуляризации, то есть, если не полном отобрании земель церковных в казну, то об ограничении церковного землевладения. Хотя, наверное, Иван III мог бы даже пойти и дальше и поставить вопрос о секуляризации. Известен достаточно собор 1503 года, куда в качестве поддержки таких вот начинаний, секуляризационных начинаний князя были приглашены заволжские старцы во главе с Невым Сорским, вот этот собор, собственно, и ставит вопрос впервые в русской истории, ставит вопрос о секуляризации. И хотя тогда по определенным обстоятельствам секуляризация не удалась, и, собственно, этот вопрос был снят в ходе самого соборного обсуждения, как бы то ни было, этот вопрос как бы то ни было, этот вопрос с политической поврески дня уже не снимается вплоть до второй половины XVIII века. И так или иначе он будет всплывать на поверхность каждые 50 лет. Если мы начнем сначала с XVI века, то еще это 503 год, в следующем раунду секуляризационных таких заявлений уже царской власти будет 1551 год, Стоглавый собор, когда Иван IV, Иван Васильевич, еще не грозный, пытается поставить вопрос об ограничении власти, предлагает соответствующее, выдвигает соответствующее предложение перед Стоглавым собором. Затем некоторые такие попытки, хотя очень смазанные смутой, видимо, имелись в виду правительством Бориса Годунова в конце XVI столетия. Затем очень яркий такой эпизод 1649 года соборное уложение Алексея Михайловича, где, собственно, учреждается монастырский приказ, который уже отбирает судебную полномочия у церкви над ее вводчинами, над ее имениями, которое, собственно, да, это вот соборное вложение, которое, собственно, привело к столкновению патриаршей царской власти в лице Алексея Михайловича и патриарха Никона и породило достаточно серьезный такой клубок таких вот церковно-государственных противоречий XVII столетия. Да, собственно, начало XVII века так называемая первая секуляризация Петра, которая, правда, была им отменена с учреждением Святейшего Синода. Да, он прекрасно понимал, что, ликвидировав патриаршество и соборность, он должен сделать определенные уступки, и эти уступки были сделаны в виде такого вот отмены секуляризации, возвращения церкви ее имуществ, хотя, надо сказать, все равно достаточно серьезно, достаточно серьезные потери церковное землеводение понесло уже при Петре. Это начало XVIII века, и потом еще через 50 лет в конце царствования Елизаветы Петровны начинается процесс такой уже обсуждения секуляризационных планов, который реализуется при Петре III и Екатерине II 1762-1764 года. И вот эти 60-е годы, секуляризация 60-х годов является собственно таким финальным аккордом вот этого длительного процесса подступов российского государства к теме секуляризации церковных имуществ. При этом, как я сказал, достаточно жесткая политика Петра отношения церкви, такая утилитаристская политика, стремившаяся поставить церковь и монашество в частности на службу государства, нанесла достаточно серьезный удар по церковному имуществу, по церковному землевладению уже в начале 18-го столетия, потому что там прямо отбирались в казну и потом передавались служилым людям имения церковные, монастырские, только это делалось как бы не общим законом, а вот так адресно. У такого-то монастыря отобрать столько-то деревень, у такого-то столько-то и так далее. В результате церковное землевладение по подсчетам начала 20-го века сократилось в период правления Петра примерно на 6000 крестьянских дворов, что достаточно много. Кроме того, накладывались достаточно жесткие ограничения на вообще принятие монашества, постригали только например, вдовах, остальных, на постриг остальных, вдовах-священников, на постриг остальных требовалось разрешение синода, что было, естественно, достаточно затруднительно получить и так далее. При Анне и Анновне это следующий раунд наступления на монашество и за 30-е годы его численность великорусского монашества сократилась на 40%. Примерно с 25 тысяч до 14 тысяч человек. Что понятно, это практически наполовину. При том, что в 40-м году, то есть это еще предпоследний год правления Анны Иоанновны, Синод даже дерзнул, решился доложить императрице, что российское монашество на Руси стоит на грани полного уничтожения. Но после Бероновщины так называемой наступает послабление при Елизавете Петровне достаточно такое по многим аспектам реанимировавшее церковную жизнь, в том числе жизнь монастырей. Но это было такое временное затишье, потому что, как я сказал, уже в конце правления Елизаветы Петровны начинается собственно проработка секуляризационной реформы. И потом наступает короткое царствование Петра Третьего, которому выпало принять за свое короткое царствование несколько основополагающих актов, которые вовсе не были отменены последующими царствованиями, а напротив стали основой политики Екатерины Великой. Ну, среди таких документов манифеста дарования вольности российскому дворянству 18 февраля 762 года и таков же указ 21 марта 762 года о секуляризации церковных имений и передаче их в казну. Собственно, этот указ предписывал действительно отобрать все церковные имущества и передать его государству. Этот указ вызвал достаточно серьезное беспокойство духовенства, причем самых разных слоев, не только иерархии, но и, так сказать, среднего духовенства и недовольства Петром со стороны этого сословия с одной стороны, а с другой стороны он этот указ вдохновил крестьян на очень активное поначалу неповиновение монастырским приказчикам, которые управляли землями монастырей и архиерейских кафедр, а потом открытые бунты, так что собственно которые выражались в основном в расхищении монастырского имущества, в порубке лесов несанкционированные выведения скота, иногда если пытаются оказать сопротивление в поджогах и так далее и тому подобное, в увозе уже каких-то семенного фонда и так далее. Особенно их вдохновило на такое бунтарское поведение тот тот пункт указа, в котором Петр объявлял амнистию за хозяйственное преступление против монастырского и апархиального имущества. понятно, что это вызвало такое одобрение императора в крестьянской среде, и на самом деле именно этот аспект видимо стал одним из психологических таких моментов народной любви к этому персонажу, который потом вызвал многократные, многочисленные попытки самозванства под его личиной, из которых Бугачевщина, Бугачев, который представлялся государем Федоровичем, это только один из самых известных случаев такого рода. Бунты были достаточно распространены тогда, так что Екатерина, уже летом придя к власти, считала, что, как она писала под ружьем, то есть состояние бунта, по ее оценкам, было до 100 тысяч крестьян церковных, монастырских и епархиальных. Ну, может быть, невозможно проверить эту цифру, но ей казалось, что это так. Поэтому, придя в июне к власти из-за вот таких комплексов обстоятельств Екатерина, прежде всего, желая заручиться поддержкой духовенства и высшей иерархии, указ Петра приостанавливает, фактически отменяет его. Но это тоже было только временная отстрочка. В ноябре месяце того же 762 года, 27 ноября, императрица создает комиссию о духовных имениях, которая начинает в деталях прорабатывать собственно процедуру секуляризации, процедуру отнятия церковных имуществ в казну. В этом контексте, если указ Петра 62 года был скорее такой декларацией, декларации о намерениях, то уже реформа Екатерины это четко продуманный, в том числе экономически продуманный план с разработанными шагами его осуществления и с подготовленными институтами, которые должны были принять это имущество у церкви. Поэтому весной 63 года создается так называемая коллегия экономии, подчиненная сенату, которая должна была учесть и принять эти имущества от церкви. Именно поэтому бывшие церковные крестьяне будут называться экономическими крестьянами. В литературе многократно будет встречаться это понятие. Финалом этой подготовки стал указ Екатерины 26 февраля 1764 года. Указ о секуляризации церковных имений. Все имения синода то есть высшей церковной власти архиерейских домов то есть епархиальных кафедр монастырей передавались в казну и поступали в управление коллегии экономии. Было отобрано у всех этих названных церковных институтов почти миллион душ крестьян 910 с небольшим тысяч. и 8,5 миллионов десятин земли. Десятина это чуть больше гектара. Наиболее богатым монастырем по статистике комиссии церковных имений духовных имений была Троица Сергиева Лавра которая в разных частях страны на 1763 год имела порядка во всех деревнях которыми она владела жили примерно 100 тысяч душ крестьян. В этом смысле Троицкая Лавра значительно обгоняла по своему благосостоянию самых богатейших частных владельцев Шереметьевых у которых было только 64 тысячи душ И Розумовских у которых было 35 тысяч душ. Надо кстати сказать понимать что если я не ошибаюсь среднее количество душ хорошего такого крепкого среднего дворянина в 60-е годы составляло несколько сотен. то есть понятно что и 35 тысяч душ 64 тысяч душ не говоря уже о 100 тысячах душ это были совершенно баснословные цифры что называется непереводимые глорослов для рядового большей части российского дворянства. Значит по замыслу секуляризации кафедрам полагались кафедрам и монастырям полагалось возмещение определенной компенсации. Фактически вообще по замыслу первоначальному Екатерины государство должно было взять на содержание церковь и в лице епархиальных домов то есть епископов и их кафедр и в лице монастырей и даже в лице приходов. Это конечно не произошло приходы остались не у дел хотя им потом начали землю немножко раздавать но это немножко другая уже история но денежные оклады они не получили вот значит кафедры получили получили содержание оклады которые равнялись от трех тысяч до пяти тысяч рублей в год оклады по пять тысяч получили три кафедры которые все концентрировались на северо-западе это новгородская псковская и санкт-петербургская это по пять тысяч остальные получили по три тысячи рублей в год значит да что было с монастырями с монастырями было сложнее монастыри согласно этой задумке этой реформы были разделены на две большие категории штатных и заштатных а причем не попавшие в число ни штатных ни заштатных должны были быть упразднены и в ходе проведения секуляризационной реформы только в великорусских губерниях было уничтожено 573 монастыря упразднено 573 монастыря ну многие из них были сделаны приписными некоторые обращены в приходские так сказать в приходские церкви некоторые обращены для государственных нужд никаких еще скажу дальше эти 573 монастыря составляли 54% монастырей и пустынь и скитов существовавших к 763 году во всех великороссийских губерниях то есть более половины осталось 479 монастырей значит штатные монастыри получали определенные государственные содержания заштатные не получали они должны были сами кормиться как было сказано рукоделием и подаянием почему рукоделем и подаянием дело в том что монастырям как штатным так и заштатным были оставлены небольшие земельные наделы по 6-9 десятин причем принципиальной особенностью было то что в эти наделы не входила пахотная земля это были сады огороды луга покосы и так далее но не пахотная земля а пахотная земля это была собственно основной понятно капитал да хозяйственный капитал той эпохи таким образом собственно прокормить себя самостоятельно монастыри фактически не имели возможности им у них не было такой да потому что такой земли соответствующей которая должна была быть у них не было при этом заштатные не получали содержание штатные получали штатные монастыри в свою очередь были разделены на три класса на три класса в зависимости от того количества монахов на которые государство выделяло деньги это количество монахов было очень небольшое очень небольшое значит ну и отдельно выделялись две лавры троица сергиево александр невская троица сергиево александр невская в лаврах было разрешено жить по 101 человеку не более в монастырях первого класса могли жить 33 человека второго 17 не более третьего 12 не более сверх этого они должны были быть удалены или на них уже деньги не выделяло сколько да при этом государство прекрасно было осведомлено что в наличии в монастырях великоровских в этот период существует более 11 11 тысяч монашествующих 11 тысяч а в штатных и заштатных монастырях разрешено было оставить 5450 человек чуть меньше половины чуть меньше половины сколько давали денег в лавре лаврам давали по 10 тысяч рублей в год это примерно по 100 рублей на человека достаточно существенно монастырям первого класса давали чуть больше двух тысяч как мужским так и женским монастырям второго класса мужским давали 1300 рублей в год а женским 475 монастырям третьего класса мужским давали 806 рублей в год а женским 375 почему такая разница в обеспечении мужских и женских монастырей второго и третьего класса это загадка вот потому что на мужские монастыри и первого и второго и третьего класса в среднем выделяется по 60-70 рублей в год на человека да на штатную так сказать единицу а у женщин там по 30 рублей получается женщины едят меньше по крайней мере в монастырях второго и третьего класса потому что в первом классе там тоже достаточно большое содержание естественно большинство монастырей составляли монастыри третьего класса и заштатные почти 300 монастырей вот включая и мужские и женские что же да что же приобрело это что касается устройства этого штатного расписания что приобрело государство все экономические крестьяне после реформы секуляризации были переведены на оброк то есть они должны были платить по полтора рубля в год оброка большая сумма сравнительно для крестьянского хозяйства то есть примерно полтора миллиона рублей в первые четыре года после секуляризации они это оброк приносил на содержание церкви в этот период шло около 460 тысяч то есть треть 30 процентов в первые четыре года 30 процентов того что приобрело государство секуляризовав имущество возвращалось в церкви но потом за последующие десятилетия к 1780 годам доходность этих земель и в связи с ростом населения и в связи с хозяйственной так сказать модернизацией она увеличилась и по подсчетам историков к концу царствования Екатерины в 80-е годы церковные бывшие церковные имения приносили около 4 миллионов рублей в год а сумма выделявшаяся на церковь увеличилась но незначительно только до полумиллиона что составляло одну восьмую часть то есть собственно семь восьмых приобрело государство в ходе этой секуляризационной реформы при этом как я уже говорил монастыри не только ставились в очень жесткие экономические условия но и прямым образом закрывались закрывались причем не только так сказать будучи становясь приписными монастырями или приходскими церквами например вот Нилосорская пустынь первоначально стала приписным монастырем а потом превратилась в приходскую церковь но и использовались для государственных нужд в частности например Киево-братский монастырь в Киеве предполагалось закрыть под госпиталь Максаковский монастырь в Черниговской губернии был закрыт под дом умалишенных Симонов монастырь в Москве закрыли под казармы и только в общем достаточно единодушное сопротивление знатных московских граждан купцов и дворян позволило через год через год значит его освободить и вернуть туда брать ну и так далее некоторые да в Межигорском монастыре была строена фаянсовая фабрика ну и так далее некоторые монастыри просто были закрыты и возрождены только через несколько десятилетий в первые третьи девятнадцатого столетия в это вот значит в 60-х годах в 64-й год секуляризация проведена в великороссийских губерниях затем поэтапно она была проведена в губерниях малороссийских и губерниях присоединенных от Польши поэтапно значит в 86-м году она была проведена в Киевской Черниговской и Новгородсеверской губерниях в 88-м в Харьковской Коренославской Курской Воронежской а в 90-е годы это все бывшие польские земли Минская Подольская Волынская Ковинская Гродненская губернии здесь кстати всего в этих губерниях было упразднено почти 200 монастырей 188 и так это вкратце реформа последствия что касается последствий для архиерейских кафедр то Игорь Корнильевич Смолич считал что они даже выиграли от секуляризации прямой хозяйственный ущерб потерпели только три кафедры Казанская Новгородская и Ростовская где ежегодный доход превышал 3 и 5 тысяч рублей которые были положены от государства остальные кафедры выиграли по подсчетам по мнению Смолича то есть оклад положенный от казны превышал их бывший доход от имений более того значит архиерейские дома смогли избавиться от огромного количества церковных церковных прихазчиков архиерейских приказчиков которые занимались собственно хозяйственным управлением церковных имений да соответственно от них можно было избавиться оставить канцелярию певчих каких-то какие-то другие необходимые архиерею службы но не вот этот хозяйственный штат совсем иначе дело обстояло с монастырями и здесь последствия были достаточно двойственные с одной стороны монастыри лишались тоже как и архиерейские кафедры лишались громоздкого аппарата хозяйственного да который они должны были держать для управления своими вот этими часто очень обширными как в случае строить с Сергеевой Лаврой деревнями и владениями земельными владениями они от этого тоже могли избавиться но с другой стороны да то есть скажем так видимо ранее очень богатым монастырям это могло пойти на пользу но монастырям не очень богатым секуляризация конечно это был удар и удар не только в хозяйственном плане но и в плане организации монашеской жизни потому что фактически это надо как бы понять этот тонкий момент фактически монастыри после секуляризации не имели возможности следовать общежительному уставу потому что братья не было возможности как бы работать на неких общих работах и себя прокормить их сады огороды покосы не обеспечивали потребности крепких так сказать и духовно так сказать устойчивых монашеских общин и хотя правительство постоянно предписывало учреждать общежительные монастыри но фактически условий для существования таких монастырей не было а если нет общежительного монастыря то как правило уровень горения духовной жизни оно падает да ну понятно что даже вот если их и так было не очень много к моменту секуляризации да из женских монастырей например был только один общежительный монастырь в Александровой Слободе на всю русскую церковь с мужским монастырями было не так многие мелкие пустыни были общежительные но все равно и вот по ним был нанесен очень существенный удар потому что понятно да вот есть монастырь например из 50 человек он даже может быть чудом попал в штаты да даже может быть по первому классу но государство сказало что 33 человека не больше что может сделать игумен игумен собирает братья и говорит братья мы не можем соблюдать наш общежительный устав работать нам не на чем земли у нас больше нет прокормиться мы не можем значит вот 30 человек только получают достаточно ограниченное содержание каждый кто сам как может да и понятно что ну может быть какое-то время братство будет сохраняться но потом оно неминуемо будет так или иначе распадаться будет возникать так называемый идеоритмический строй монастырской жизни когда грубо говоря каждый сам по себе живет и ничего не получает от братства и соответственно ничего не приносит в братство да когда собственно монахов в монастыре связывает только общая служба а у него может быть и доходы какие-то свои и так далее конечно это все носит удар именно в высоте монастырской жизни поэтому такой очень крупный историк 19 столетия Петр Васильевич Знаменский писал об этом времени что секуляризация 64 года была очень сильным потрясением для российского монашества и как он говорил еще более расстроила его жизнь монашества чем предыдущая утилитаристская политика начиная с Петра то есть в этом смысле Екатерининская реформа нанесла такой последний удар по русскому монашеству Знаменский писал что никогда еще не было столько бегства монахов из обедневших монастырей и бродяжничества кто искал лучшей жизни по монастырям кто устремлялся в пустыню кто в эмиграцию и поэтому к 1971 году то есть через семь шесть четвертый да через семь лет после проведения реформы даже в штатных монастырях оказалось по подсчетам синода 527 вакантных мест монастыри даже штатные пустели в развитие теперь придем ко второй части нашего рассуждения к обзору тех стратегий выживания которыми пользовалось русское монашество чтобы сохраниться да и сохранить собственно духовную жизнь в тех условиях в которых оно было поставлено собственно сам Знаменский и последующие авторы наметили собственно очень кратко вот наметили те три по крайней мере два третье мы тоже сейчас скажем как бы те три русла по которому шла духовная жизнь русского монашества после секуляризации да русло действительно можно сравнить вот была некий поток реки было русло одно русло реки русского монашества которое завалили камнями но для того чтобы можно сделать плотину еще что-то сделать плотину да и чтобы на ней стояла государственная мельница которая крутилась от силы этой воды но как бы то ни было русское монашество нашло как эта самая вода проложила другие русла да просочилась ручейками между этих камней которые завалили эту реку первый такой способ просачивания сквозь преграды государственной церковности как сказал знаменский была эмиграция за пределы российской империи второе тоже о чем говорит знаменский отшельническая жизнь внутри страны пустыня третье а третий путь касался только женских женского монашества женских общин поскольку первые два пути женщинам были недоступны ну и по вообще устройству социума тогдашнего и физически это было невозможно возникает движение так называемых стихийное движение женских или их часто называли тогда сестринских общин которые шли вопреки и в обход всяких синодальных предписаний и были фактически женским монашеством де-факто да которые и во многом стали таким ядром костяком женского русского монашества уже в 19 столетии вот кратко охарактеризуем эти три направления иммиграция вообще иммиграция куда она могла двигаться в основном эта иммиграция идет в когда как тогда говорили молодо-валахию то есть два княжества были Молдавия и Валахия на территории современной восточной Румынии и Молдавии православное княжество которые были сателлитами которые были вассалами Османской империи но так или иначе где православная церковь пользовалась достаточно такой достаточно большой свободой туда направляется поток поток иммигрантов и на гору Афон при этом имейте ввиду нужно иметь ввиду что в обоих случаях иммиграция для русского подданного подданного российской империи российской короны в на территории зависимые или прямо подчиненные турецкой империи вообще-то могла рассматриваться как государственная измена поскольку понятно что Османская империя является одним из самых важных противников в этот период и это эпоха русско-турецких войн череда русско-турецких войн поэтому какие бы ни были мотивы у соответственно человека который там оказывался он мог достаточно он в общем достаточно серьезно рисковал отправившись в это путешествие более того он еще больше рисковал если он хотел вернуться потому что никто не собирался признавать его постриг если он постригался его священный сан если он рукополагался и он должен был быть обращен по закону в первобытное состояние то есть если он из крестьян то в крестьянское состояние если он купец то пускай будет приписан к городу и так далее тут были достаточно серьезные трения на этот счет церковных советских властей и возвращающихся монахов к счастью многих миновала худшая судьба но все-таки это был большой риск вообще-то эмиграция уже происходила и в более ранние периоды наиболее яркий пример такой вот выживания русского монашества через эмиграцию это судьба знаменитого святого 18 столетия преподобного Паисии Величковского Паисий родился в 722 году скончался в 794 происходил из был сыном был сыном полтавского протеи должен был наследовать место своего отца но не захотел этого бежал сначала в Любецкий монастырь потом оттуда бежал в Молдавию там собственно нашел очень видного такого духовного руководителя старца Василия тоже эмигрант из России вот при котором так сказать получил навыки умной Иисусовой молитвы потом он уходит на Афон преподобный Паисий и вокруг него уже формируется братство вообще сам Паисий это видно он как бы вот бежит от неустройства русских монастырей Анинского времени да потому что он уже значит потому что его скитание по русским монастырям и уход в Молдавию это конец 30-х начало 40-х да то есть как раз вот конец Анинского времени но его обители которые он создал потом в Молдавии будут таким мощным центром притяжения для русского монашества который будет бежать за границу в 70-х 80-х годах то есть как раз после секуляризации и там будут десятки русских монахов или тех кто искал монашество в так сказать кругу Паисия вот как раз в эти десятилетия в последние десятилетия 18-го столетия конечно жизнь преподобного Паисия это на самом деле такой приключенческий роман о котором можно много говорить им на протяжении всей его жизни двигала такая жажда идеального поиска идеального монастыря и идеального руководителя вот и он не находит идеальный монастырь на Руси он бежит в Молдавалахию там находит идеального руководителя но как он потом пишет не понимает этого не ценит этого да и уходит на Афон в поисках вот еще более высокой жизни духовной но там он обнаруживает да он на Афоне оказался в 746 году значит там он обнаруживает фактически духовную пустыню потому что даже тех руководителей духовных которые были в Молдавии он там не обнаруживает он начинает подвязаться фактически в виде как отшельник и потом вокруг него формируется братство славяно-румынское по своему языку вот здесь оно было достаточно большое и на определенном этапе он возвращается в Румынию значит и получает в 763 году он возвращается и получает Свято-Духовский монастырь Драгомирно в свое управление где начинает строить свое вот как бы монастырь с нуля грубо говоря уже сам являясь идеальным руководителем для своей братьи он строит идеальный монастырь как он тот который он не нашел сам да эпоху своих скитаний он решает его воплотить затем им приходится им в 74 году через 9 лет приходится через 11 лет приходится уйти из Драгомирной потому что эта территория по договору между по договору русско-турецкой войны отходит Австро-Венгрии Австро-Венгрия католическая и православные бегут из той части которая отходит католической Австрии на восток Паисий с братьями получают новый монастырь в управлении недалеко от Яс Секуль в честь усекновения главы на предтече он оказывается для них мал и ему скоро передают другую еще одну прям недалеко под городом Яс находящийся монастырь Нямец где он и умирает и где он возводится в Сан-Архимандрите где он умирает в 2004 году но в конце жизни управляет собственно несколькими монастырями и Секулем и Нямецом и здесь здесь несколько сотен монахов было у него послушание в конце его уже жизни и многие в том числе из России особенно те в том числе те кто вернутся в Россию или в конце его жизни поисия или после его смерти вот и станут во многом как бы такими проводниками новой монастырской традиции на территории России в частности именно из его круга выходит преподобный старец Федор будущий учитель будущий руководитель преподобного Льва Оптинского первого Оптинского старца то есть как бы основателя старчества Оптинной пустыни нужно сказать что да дело в том что в ходе опять же боевых действий которые идут вокруг этого региона в этот период на определенный момент Яссы посещает светлейший князь Григорий Потемкин и он едет из Яс в Нямецкий монастырь встречается с Паисием и видимо вот это вот проявляет к нему явное такое благорасположение и видимо эта встреча Паисия с Потемкиным и явное покровительство Потемкина Нямецкой обители оно во многом и смягчает отношение в России к Паисиевским реэмигрантам монахам да что те так сказать тяжелые обстоятельства которые им грозили они не реализуются да во многом видимо во многом именно поэтому это некая такая гипотеза ну отчасти видимо так это и было принципы Паисиевской традиции нужно назвать они очень важны прежде всего Паисий строит общежительное монашество с самого начала который позволяет общежительное монашество позволяет православному монаху в наибольшей степени реализовать обет нестяжания да потому что хотя монастырь общежительный имеет имущество иначе где еще работать на каких земных работать монахом но каждый монах в отдельности фактически ничего не имеет он все отдает братству все от братья и получает и пищу и одежду книги если это необходимо и так далее да это общежительный монастырь это первый момент первый принцип Паисиевского так сказать монастырского творчества второй момент это духовное руководство старшим иноком более младших или как потом в русской традиции привелось это слово старчество сам Паисий является таким главным старцем для каждого из своих монахов любой даже послушник может к нему в любое время дня и ночи прийти и задать ему вопрос плюс плюс у него есть свои помощники причем поскольку в его в его обителях есть и славяно-говорящие люди то есть видимо малороссы великороссы болгары и румыно-говорящие люди у него как бы вот братья делятся там два таких старца помощника для славянской братья и для румынской братья которые помогают ему в укормлении этой братьи второй момент третий момент это Паисий возвращает в практику православной аскетики в этот период забытою было практику Иисусовой молитвы то есть на самом деле практику хранения сердца от нечистых помыслов вторжений дьявольских которые вот так сказать монах который должен блюсти вот и поскольку вообще-то да к этому периоду к 17 веку учение Иисусовой молитвы как бы было в неком таком забвении забвении Паисий реанимирует это учение говоря что Иисусова молитва это главный инструмент для хранения сердца монаха вместе с старческим руководством это взаимосвязанные вещи вообще все элементы которые я называю они все как бы только в комплексе у Паисии работают дальше очень интересный элемент очень важный так называемое молитвенное чтение вообще практика молитвенного чтения она у нас фиксируется еще для египетского монашества и читали прежде всего священное писание что такое молитвенное чтение это такое вот погружение ум слова в текст слова текста при котором текст должен тебя полностью погружаешься в этот текст отождествляешься с ним должен тебя в каком-то смысле пронизать то есть ты не просто читаешь умом но и ты должен воспринять этот текст сердцем в греческом языке это было специальное словечко для такого вот чтения молитвенного чтения как обычно переводится на русский но Паисий вводит в эту практику не только собственно священное писание но это собственно не только он не он первый но он делает на этом акцент но и святатические творения и поэтому он активно переводит с греческого на славянский и на румынский различную святатическую литературу которая тоже тогда в этот период была в общем в забвении и вместе с такими крупными лидерами монашеского движения этого времени в Греции Макарием Каринфским и Никодимом Святогорцем он участвует скажите так сказать да вот в создании книги под названием добротолюбие филокалия то есть собственно создали ее Макари с Никодимом а Паисий переводит ее на как он говорит славяно-российский язык фактически на церковно-славянский на самом деле тут нужно иметь ввиду небольшая ремарка добротолюбие славянское добротолюбие в переводе преподобного Паисия которое будет издано в год его смерти в Санкт-Петербурге под редакцией митрополита петербургского Гавриила Петрова это совсем не то добротолюбие которое у нас есть в русском переводе в пяти томах которое сделал в конце по-моему в 70-х годах 19 века Феофан Затворник это принципиально разные тексты и принципиально разная философия формирования этих сборников добротолюбие Паисийевское во-первых она очень компактная она первоначально была издана в одном томе в одном томе ин фолио затем она переиздавалась небольшими двумя небольшими такими полутомами вот до 50-х годов 19-го столетия выдержала не менее шести изданий не менее шести изданий в 857-м году паисийевское добротолюбие было дополнено Игнатием Бринчаниновым он туда вставил один перевод Никиты Стефата который принадлежит Паисию но почему-то не вошел в первое издание и вот после 57-го года оно еще по-моему дважды было издано до революции по-моему последнее издание 1902-го или какого-то такого года итого восемь изданий восемь изданий славянское добротолюбие до революции с 1793-го по 1917-й год это количество изданий по-моему добротолюбие на других языках не имело до второй половины 20-го столетия когда начало очень активно издаваться английское добротолюбие по-английски а да при этом вот на собственно европейские языки всегда переводилось именно добротолюбие Макария Каримского то есть ну и Паисия Величковского условно говоря а не Феофана Затворника значит перейдем к другим у нас есть такой вот задел который мы должны сказать о других способах выживания внутреннее пустыножительство внутреннее пустыножительство было одним из таких распространенных способов поддержания духовной жизни причем как и в случае с эмиграцией речь шла не только о уходе туда монахов которые уже были пострижены но и о том что многие молодые люди искавшие монашество там получали свою свои первые уроки духовной жизни иногда там принимали постриг в лесах в урочищах и потом уже они могли прийти в другие монастыри могли так сказать скитаться по пустыням пустыням в буквальном смысле надо сказать что в каком-то смысле это было не менее а может быть даже более опасное предприятие чем эмиграция поскольку двоякая опасность грозила монашествующим ушедшим в пустыню во первых конечно прежде всего власть их могли объявить в расколе в сектанство и в таком случае им могло грозить если они не могли оправдаться от этого монастырские тюрьмы в Суздале или на Славках может быть даже пожизненные по крайней мере так сказать грозили этим некоторым старцам пустыножителям такого рода санкциями это с одной стороны но даже может быть более реальной опасности это во-первых были от местных крестьян разбойников вспомните жизнь Серафима Саровского пострадавшего от разбойников с одной стороны а с другой стороны неприязнь местных помещиков на земле которых оказывались эти люди и если например да если они оказывались на земле помещика старшего поколения который был достаточно благодушен и может быть даже наоборот был расположен к ним и посылал им какие-то подарки поддерживал их да чтобы они там с голоду не умерли потому что в общем конечно им это было очень жесткое так сказать условия жизни в лесах то допустим через некоторое время после смерти этого благочестивого барина из Парижа да приезжал его наследник да как дивный зверь в Петрополь едет себя казать как дивный зверь в Петрополь едет он теперь и вот он приезжал показав себя в Петрополе обнаруживал что у него в лесу живут суеверы и мог вполне здоровить их собаками вот но центры такой жизни несанкционированного монашества они достаточно активно распространялись один из самых таких знаменитых центров были так называемые Рославльские леса это Смоленско-Брянское пограничье это старая русско-литовская граница да почему да когда граница государственная сдвинулась далеко на запад они как бы вот это вот такие достаточно дикие рочища этих лесов остались как бы ну практически в центре населенной территории и были достаточно удобны для ухода туда монахов из внутренних российских губерний там это один центр другой центр это острова северных озер например Ладожского и конечно Сибирь но до Сибири конечно доходили единицы но это отдельная история наверное наиболее такими знаменитыми именами вот этого такого я бы сказал так автохтонного монашества русского да то есть того которое собственно вот оставалось на Руси никуда не уходя за границу это такой старец Адриан Блинский который позднее был призван руководить монастырем на острове Коневец это преподобный Зосима Верховский и его наставник старец Василиск это Моисей и Антоний Путиловы братья будущее игумен и скитоначальник Оптины пустыни и здесь интересно отметить такую деталь что собственно Оптина оказалась очень интересным таким моментом где паисевская традиция иммигрантами принесенная на Русь и автохтонное монашество как бы сливаются встречаются и дают замечательную духовную вспышку последующие десятилетия про внутреннее постоножительство очень интересно говорить на примере биографии преподобного Зосима Верховского но об этом стоит безусловно может быть встретиться специально и может быть если будет возможность я такую встречу и потом запланирую и наконец третий путь третье русло выживания русского монашества женские сестринские общины их механизм их возникновения очень простой это стихийное возникновение вокруг некого духовного лидера причем иногда это были женщины например в возрасте которые просто были очень благочестивы несколько общин таких было в Пашихоньи Углич Пашихоньи Ярославль небольших городах Малога вообще первая община которая даже получила санкцию самой Екатерины была именно в Малоге еще в 80-е годы 18-го столетия возникла на самом деле не возникали в других местах но просто санкционирована она была первая устное такое одобрение Екатерина получила механизм был очень простой вдова благочестивая вдова начинает вести такой полумонашеский образ жизни например в своем доме если он у нее есть вокруг нее формируется круг ее сподвижниц подруг которые начинают в этом же приходить к ней иногда переселяются к ней и начинают вести и совместное хозяйство и например сами читать там салтырь бухслужебные книги ходить в церковь вместе но вести такой очень жесткий монашеский образ жизни если у них есть деньги иногда что-то у них остается они например покупают окрестные дома возникает стихийный монастырек иногда это были послушницы которых изгнали из штатных или заштатных женских монастырей для которого не хватило места в штатных женских монастырях таким образом иногда это был другой путь например наиболее яркая одна из самых ярких фигур вот такого рода женского монашества это преподобная Александра Дивеевская Александра Мельгунова которая умерла в 89 году первоначальнице Дивеевской обители ну история ее достаточно известная такая очень простая дворянка овдовевшая с ребенком ее сейчас не помню то ли дочка то ли сын ребенок умирает и она как бы обосновывается вот в селе Дивеево после смерти ребенка где фактически ведет такой очень строгий полумонашеский образ жизни где строит церковь на свои средства казанскую собственно церковь первую и на паперте после воскресных служб ведет беседы с детьми учат детей и потом учат чему учат заповедям заповедям грамоте если это возможно разговаривая с христианскими детьми преподобный Серафим сравнивал паперть казанской церкви с ангельским престолом с которого проповедует мать Александра очень высоко ее ценил и да а потом всегда много сирот в окрестных деревнях начинают о них заботиться и покупают мельницу чтобы они могли прокормиться да и создает такую общинку девиц мельничную общинку которую собственно передает на смертном Андре молодому иродиакону Серафиму попекись моих сиротах мельничных сиротах вот так возникает эта как бы сиротская мельничная общинка в Дивеево там есть еще одна общинка из взрослых женщин при Казанской церкви а там такие очень решительные подвижницы которые живут не иначе как по Саровскому уставу читают псалтырь в церкви очень строго да очень строго живут а сироты деревьевские живут мягко там поэтому и сухарики у них там и другие такие атрибуты послабления и к батюшке Серафимову они постоянно бегают через лес вот чего собственно там да казанские не допускают жесткий устав строгий вот но это вот такие примеры возникновения этих общин их очень много в Арзамасе значит в рядом под Москвой несколько таких обителей Зосима Зосима Верховский который один из ярких примеров такого пустынно жительства в конце жизни оказывается волей или не волей неожиданно для него на самом деле основателем женской общины сначала в Сибири а потом под Москвой перебираются троица Дегитревая пустынь к югу от Москвы как раз станция Зосимова пустынь киевской дороги железнодороги вот то есть да это интересный момент такой да что многие женские общины очень тесно связаны с тем или иным таким ярким духовным руководителем или с Серафимом Саровским или с Федором Ушаковым или с старцем Федором Ушаковым в Розамасе или с Зосимой Верховским вот троицкая обитель под Москвой а пашихонские общины связаны с таким очень интересным старцем Адрианом Юкским из Юкской пустыни она на дне Рыбинского водохранилища сейчас и его учеником Иваном Ивановичем Троицким таким старцем странником вот такие вот такие вот покрываются русская так сказать российская земля покрывается такими вот женскими спонтанно возникшими общинами которые сначала очень настораживают власти потому что может они раскольницы может хлыстовки вообще неизвестно кто до сороковых годов к ним очень осторожно относятся но потом во многом благодаря покровительству иерархов таких как Филарет Московский Филарет Дроздов они с сороковых годов начинают постепенно легализовываться и обращаться в штатные общежительные монастыри и к концу века из 150 общин которые возникли с конца 18 в течение 19 столетия 96 были обращены в монастыри и составили цвет женского монашества русского уже 19 столетия на самом деле самые яркие такие когда в начале 20 века уже говорят яркие такие примеры такого духовного очень высокого женского монашества это что такое это будет Дивеевский монастырь из общинки матери Александра это будет Аносина пустыня с такой же общинки это будет Троицкая Дегитриевая пустыня Зосима Верховского и другие вот это будет наиболее яркий цвет женского монашества таким образом эти три русла которые проложили себе монашество сквозь завал секуляризации и вообще государственной политики 18 века они дали возможность ему выжить и на самом деле принесли очень яркие плоды и духовные в виде святых и культурные в виде встречи культурного общества образованного с церковью в Оптиной пустыне и социальные поскольку русского старчества была очень важная социальная функция которую она выполняла в условиях кризиса глубокого кризиса православного прихода но это уже другая история спасибо за внимание если какие-то вопросы я готов что произошло с Киево-Печерской лампой когда реформа была проведена она получила статус то есть она тоже получила пославные и аналогичные условия а потом еще вопрос относительно доходов монастырей они же получали могли получать пожертвования от частных лиц в качестве источника дохода или например вклады при поступлении какого-либо лица обладавшего имуществом или там посмертные такие-либо в но эти вклады до поры до времени не могли обращаться безусловно эти вклады имели место но они не могли обращаться в земельное наделание деньги сами по себе можно да деньги ну да это все возможно понимаете на что могли пойти эти деньги эти деньги ну как правило наиболее считалось что наиболее такое устойчивое твердое вложение это так называемый процентный билет когда государственное казначейство оно вкладывалось и получили проценты определенные да с вложенных средств для того чтобы получать достаточно существенные проценты это должна была быть большая сумма все-таки вклады были ну скажем так средняя сумма вклада она небольшая она не могла соперничать по доходности с там с несколькими десятинами земли вот и хотя знаете там же были очень интересные например я встречал в архиве оптины пустыни такой например замечательный момент люди люди не всегда понимали смысл вклада монастырского например есть целое длительное дело тяжба между моисеем оптинским моисеем путиловым игуменом уже оптиной и одним из монахов который пришел сначала принес казначейский билет процентный и вложил его а когда решил уйти потому что им что-то не понравилось решил забрать вот а моисеем долго объясняет что это общежительный монастырь ты пришел общежительный монастырь ты отдал все ничего обратно нельзя и это идет огромная консисторская тяжба и консистория долго не решает не решается принять сторону монастыря а напротив а этот пишет что ну как же мне же не понравилось отдайте вот что здесь были такие сложные моменты правда с конца с самого конце 18 века с Павла как бы пошел процесс ну это не десекуляризация а ну скажем так возможности снова получать землю у монастырей и к середине 19 столетия все-таки многие монастыри обладали земельными наделами которые уже вот в то время давали им возможность в том числе существовать там общежитительным монастырям тоже общины уже появились наделы к середине ставить существенные но первоначально это было достаточно все сложно и более того обставлено очень серьезными трудностями потому что например на любое приобретение недвижимых имуществ таких вот земля это невижимое имущество требовалось распоряжение одобрения императора то есть каждый раз ну это был это это было это зависит от монастыря потому что были монастыри которые например вознесенские женские в кремле который всегда позиционировался ну и собственно таким был как аристократический и они даже когда Петр там попытался какие-то земли забрать ознакомившись с духовным регламентом монахини собрались и написали письмо императору чтобы он тут не баловал а что они без келейниц то есть слуг не могут поскольку они честные то есть благородные вот и чтобы земли настрю оставил вот в такие монастыри конечно вход без вклада был невозможен таких монастырей было немного в общежительные монастыри вот монастыри новой формации конечно без вклада вклад был желателен но не обязательно тебя вполне могли принять и без вклада но были некие обители скажем где закрепился идеаритмический такой вот устав да ну где ты без вклада мог и не выжить потому что тебе нужно было построить самому келью и оборудовать тебе нужно было как-то сделать вклад чтобы тебя кормили например и как-то самому что-то там делать вот священник приходил с дарами ну вот например на примере Зосимы и Василийска священник приходил ну вот в Рославовских лесах это было достаточно можно они правда были вот для Адриан Блинский он был рукоположенный но я сейчас не помню сведений о совершении и другие там нет или они не афиширивались потому что вообще это тоже было такое предуследительное дело это могли и духовные власти что-то взыскать хотя вполне возможно что фактически это было фактически были нелегальные предложения и подошли к следствиям властям или к упал с точки зрения буквы синодальных правил да с точки зрения логики жизни синодального монашества никого из скажем так крупных таких духовных лидеров и епископов там Гаврила Петрова того же Филарета Дроздова там были еще другие второго уровня иерархии никого это не смущало и более того они призывали они знали они призывали Моисея Путилова вот я сейчас не помню забыл я имя этого Галужского архиерея который призвал их в Оптину они как раз опираясь на то что они у них опыт пустоножительства их как бы призвали с братом в Оптину вот то есть явно были и связи какие-то переписка но об этом тоже кстати есть и Зосимы потому что Зосима например будучи ну еще будучи светским человеком он как раз ездит с поручением от Василиска там паспортом выправляет какой-то контакт имелся более того есть есть карта одного из уездов Смоленской губернии где нанесены точки пустоножительства вот то есть как бы ну то есть ну примерно где они живут ну они да 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 дело в том что тут вообще есть интересный момент вот если мы будем все думать про Зосиму там есть очень интересный эпизод Зосима Верховский насколько я понимаю за протяжением всей своей жизни у него был схимник не был у него не было Синовского указа и он всю свою жизнь даже будучи по краю по впечатлению основателем общины женской там и так далее он выступает как отставной поручик Захарий Богданович Верховский вот это и в качестве основного поручика он ездит в Синод и Синод ему одобряет значит отдаёт в управление монастырь в Туринске женский для помещения его сестёр на первом этапе Синод прекрасно знает что он монах и исходит из фактической стороны правда это потом привело к конфликту это отдельная история вопрос о женских общин вы сказали что их легализация начинается с 40-х годов 19-го века но возникают они примерно лет на 50 раньше а в каком опять-таки юридическом статусе эти общинки существовали до того ведь не было же ничьей земли она была либо городская либо крестьянская государственная либо частная как они взаимодействовали с властями там платили подати какие у них были те же документы как всё это вообще существовало на примере Засимовца общение Засимова-Верховского их приютило уже под Москвой вот там им было дано монастырь управления потом возник конфликт и соответственно они туда ушли а под Москвой их приютила помещица одна причём тоже они приехали из Сибири их ничего не было они из Китая там их просто кто-то приютил в каком-то доме в Москве и он ходил просто обивал дома благочестивых людей и говорил приютите сирот и вот одна из значит помещиц просто подарила им деревню просто вот эту самую Засимову пустынь это её деревенька которая была её куплена и подарила там даже никакой собственно дарственной не было потому что некому было дарить да она просто их туда поселила они жили на её месте на её земле как бы с её согласия а потом на определённом этапе значит была уже при покровительстве святителя Филаретты Раздова была учреждена община сначала в 41 году по-моему уже после смерти Зосимы и ей были отписаны эти земли а потом она была преобразована в монастырь вот сейчас по-моему там какая-то была очень интересная история с Разомасом вот Елена Борисовна Емченко были на счёт работы но я сейчас не помню точно об этом как там этот момент возникал а в Дивеево мать Александра купила мельницу купила и вот там да это тоже вот она купила на свои деньги это было а Казанская была при церкви только и при церковных общинах было довольно ну как бы это было такое некое такое явление такое а мужские мастыри возникали потом ну как формально потом давали статус элитические мастыри раз и как отношения женские там 1840 или такого или этого не было то есть мужчинам было проще праздно шатающаяся женщина даже паломница вызывала большие вопросы к своему поведению вот то мужчинам было проще вот они сейчас пришли потом ушли вот поэтому у вас не было таких монастырей не знаем таких монастырей они все ушли в как бы вот их могли призвать в общем в общем были три монаха к моменту прихода Моисея и Антония вот и значит и епископ их позвал говорит вот давайте Адриану Блинскому Гавриил Петров говорит я отдаю тебе в управление коневец там братья все спиваются вот бери там кого ты хочешь из своих лесов и давай на коневец вот и как правило вот так и происходило это не гарантировало и большая часть и реиммигрантов они все вливались в вот эти общины или возглавляли их и где например общин не было нужно было с нуля возрождать обитель да вот или еще как но как правило речь шла в случае с мужскими монастырями именно об этом это не гарантировало дальнейших конфликтов старца Федора вот учителя Льва Оптинского гонолизм настыря у настыри и там в общем было очень ему не сладко вот то что был монах он был без сана поставить его так сказать как-то не могли он видимо уклонялся от принятия сана значит а почему это он принимает откровение помыслов да что это за старчество руководит своими духовными как он как он руководит когда у него нет сана потому что такая буква синодального законодательства не знает духовное руководство она знает исповедь вот а раз нет сана какая исповедь а если нет исповеди значит что они такие ходят то же самое за семьи в хоском будут инкриминировать что это к тебе девицы ходят что они там у тебя делают вот и да то есть были все равно это было пошли до конфликтов каких-то но так или иначе они все вливались в существующие обители а социальный статус он скорее как-то изменился да это хороший вопрос ну тут такая ситуация вот есть есть подсчеты по покойному Павлу Николаевичу Зырянова по девятнадцатому столетию причем началу и концу а вот по моему по восемнадцатому семнадцатому нет но я думаю что с восемнадцатым примерно так же а вот с семнадцатым я думаю что невозможно это посчитать значит какая ситуация больше очень много очень мало крестьян сравнительно из закрепостного мало мало по отношению к их доле в общероссийском населении в сфере монашествующих в начале девятнадцатого столетия их мало по понятным причинам потому что они под крепостным правом их никто не отпустит Василиска старца старца Василиска руководителя Зосима Верховского его не пускают причем его не пускает не помещик они были государственные крестьяне а община село сход они говорят что ты уйдешь мы за тебя будем подать и платить до следующей ревизии нет вот их три брата они отшельничают они как бы такие очень ну видимо семья была такая как бы очень ориентированная на монашество духовно и их не пускают категорически сход раз за разом отказывают они просят выйти из общины и уйти в монастырь они им отказывают они им дают только временные паспорта на год чтобы значит прийти и опять заплатить подать получить паспорт уйти в пустыню вот и в конце концов просто один из братьев говорит я остаюсь а вы уходите я вот как бы своим призванием жертвую ради вас и то потом Зосима уже еще будучи поручиком ездит в эту деревню выправлять паспорт Василиску для вечного вида так называемого личного отпуска ну вот поэтому это общинное крепостное право тоже держало и поэтому совершенно понятно значит и поэтому кто у нас это и даже по биографии руководителей игуменов и старцев это видно это духовное из духовных из мещан купцов вот Лев Оптинский Наголкин импутиловы они это купцы значит Зосима верховский дворянин вот и вообще среди игуменства и старшего монашествующего так сказать страты монашествующих начале 19 века дворян много и среди женщин и среди мужских монастырей и среди женских монастырей вот это такая мощная такая такая тенденция вот а потом все очень сильно меняется после отмены крепостного права Павел Николаевич Зырянов называл это процессом окрестьянивания монашества оно взрывным образом происходит после 60-х годов и имеет очень противоречивые последствия для монашества да ну в частности монашество скажем так да не всегда не всегда да понятно что из христиан тоже были совершенно замечательные подвижники этого периода да да и предыдущего периода от Василийска да скрепостные государственные христиан но в массе своей когда христианство вливается в монашес в монашескую среду в конце 19 столетия оно приносит некоторые специфические черты крестьянной психологии крестьянской психологии одна из черт касается например отношения к собственности потому что крестьянин ну скажем массовое крестьянское сознание очень не очень понимает что такое частная собственность и вообще собственность законодательно закрепленная потому что по логике крестьянина к чему он труд предложил то и его ему нельзя объяснить что это земля помещище раз он на ней трудится это его земля поэтому черный передел должно быть все поделено то же самое происходит с монастырями павел николаевич зрянов фиксировал в своей книжке про узкие монастыри монашества этого периода серию конфликтов вот таких крестьянских обителей с различными институтами окрестной жизни земствами с государственными институтами с церковью потому что там дорогу проложили ну как же нам же надо ну вы же по чужой земле ее проложили заплатите мы же трудились как мы можем платить и таких очень много нюансов которые накладывают определенный отпечаток на всю вот эту эпоху потом крестьянство приносит в монашество определенную свою специфическую эскатологию сейчас вот об этом можно долго говорить но вот и может быть даже это было хотя на самом деле уже в 70-е годы возникают на базе монастырей очень странные ну секты не секты да в сентябрь период это называли сектами ну скажем так эскатологические движения некоторые которые безусловно питаются специфической крестьянской эскатологией пусковской губернии фиксируют так на юге россии советский период это вообще станет таким трендом а можете приносить серафимовцы такие так называемые серафимовцы по-моему это 70-е годы пусковская губерния в честь некого потом в советский период будут другие серафимовцы в другом месте а это было и они даже попали к циклопедию серафимовцы пусковские когда у этого монаха серафимов было какие-то видения он был пророк он был опознан как по-моему пророк Илья своими последователями и значит возникло это такое достаточно локальное движение но по крайней я имею такой явный пример такой не было такого а имяславцы они тоже имеют вот это сложный вопрос понятно понимаете имяславы очень многослойный пирог от каких-то совершенно естественных чувств благоговения так сказать до некого такого спонтанного движения видимо монашеской самообороны перед политическим давлением со стороны власти до собственно некой идеологии в писании Булатовича до высокой философии у Лосева и Новосема и это настолько взаимосвязанные но разные вещи что на них достаточно трудно говорить я специальным словем не занимался но безусловно в какой-то из частей этот момент присутствует а вокруг крупных популярных настояль которые были центры пологачества могли формироваться подобные эсхотологические движения не только среди числа братья но и пологников тех кто регулярно приезжал на теоретики подробные подобные мы для конца синодального периода вот серафимовцев знаем но про них очень мало известно там есть несколько напоминаний есть еще такое было такое движение но его нельзя сечать типичном так называемые инокентьевцы в Молдавии когда такой иеромонах инокентий тату иона отец иона значит стал таким вот объектом очень интенсивного почитания паломников Молдавана в Балтии в городе и здесь очень много компонентов и эсхотологические и вот такие вот скажем так компонент некого такого скажем так неохлыстовского движения почитания лидеров как воплощение духовных субстанций если не Христа то какого-то пророка так и видимо этноконфессиональные элементы то почему-то только молдаваты и сейчас изучается этот вид он немножко описан и про них мы немножко больше знаем потому что документы есть и они до 40-х годов до 100 века существовали и существовали в виде очень мощной жесткой антисоветской статологического такого движения в Молдавии была специальная акция по депортации в 40-х годах проведена непосредственно и в киноке субтитры и в киноке субтитры и в киноке Спасибо.